Всем привет! У многих автолюбителей в нашей стране бытует устойчивое мнение, что на новую машину даже от отечественного производителя нужно не просто откладывать, а усердно копить. Причем собирать нужную сумму для покупки современной Весты со всеми наворотами придется, откровенно говоря, годами. Между тем, руководители предприятия АвтоВАЗ неустанно заявляют о бесперебойных прорывах и постоянном совершенствовании своих автомобилей. Вопреки всем запретительным мерам, им каким-то неведомым образом удается обходить санкции и даже заявлять о скорейшем появлении совершенно новых моделей. Более того, появилась Лада Веста с обновленным двигателем 1.8 EVO в паре с китайским вариатором в двухпедальной версии модели. Однако о его ресурсе говорить рановато. Будет ли он страдать массажером на ранних пробегах, пока непонятно. Да, изменения полезные, инженеры стараются. Но, честно говоря, совсем не таких перемен ждут российские автолюбители. Гораздо более важные реформы покупатели ждут в ценовой политике АвтоВАЗа. И пока перемены в этом плане совершенно никого не радуют. Непрекращающийся рост цен на все модели отечественных легковушек бьет рекорды чуть ли не каждый месяц. А ведь именно цены на машины в сложившейся ситуации стал определяющим фактором при выборе и покупке авто. Если раньше в ценовом сегменте до 1 миллиона рублей были хоть какие-то варианты, кроме Лады, то теперь остается только смириться с положением дел. Гранта под 1 миллион рублей и то и больше, Веста в более или менее нормальной комплектации под 2 миллиона. Вместе с рынком новых автомобилей поднялась и вторичка. И тут просто невозможно перестать удивляться этим ценникам, которые переписывают чуть ли не каждый день. За автомобильным рынком я слежу постоянно, причем в реальном режиме, а не только через объявления на различных площадках. Буквально недавно при очередном посещении самого настоящего авторынка увидел идеально подходящий автомобиль под все наши требования. Минимальный набор опций, никаких наворотов, отлично вписывается в наши реалии, особенно с ценником до 400 тысяч рублей. Да, вы правильно поняли, это старая добрая девяточка, а если быть точнее, то седан ВАЗ-21099 и машина в около идеальном состоянии. И меня осенило, ведь эта 99-ая сочетает в себе весь тот базовый функционал, который как раз требуется от самого стандартного автомобиля. «Буквально вчера ездил по автосалонам и сравнивал цены на автомобили для вас. Скоро выйдет ролик. Так вот, я попал в пробку и простоял в ней часа три, наверное. И, конечно, сильно утомился, даже голова зазудела. Хорошо, со мной, как всегда, рядом был оператор, который посоветовал мне классное средство. Говорит, снимает усталость зажимы в шее. Он пользуется им уже в течение полугода, и как только начинает пользоваться, то две недели не отрывается от него. Говорит, что массажер отлично расслабляет, снимает зажимы с шеи. Голова как будто проясняется, а вечером просто так использует для расслабления, просто возле компа или когда телек смотрит. Попробовал сам. Штука классная, реально расслабляет на пятом режиме просто рай. Ощущение, как будто после бани ведро холодной воды на себя вылили. Для пробки самое оно. Решил ознакомиться с инструкцией. Оказалось, массажер не только снимает напряжение, но еще улучшает кровообращение и блокирует нервные импульсы, вызывающие болевые ощущения. Несмотря на маленький размер, он очень мощный. Главное достоинство, что у него есть вибрация, как у топовых моделей, а также нагрев. В сложенном виде он совсем крошечный, как будто создан для бардачка в подлокотнике. Он даже может поместиться в отсек для солнечных очков. В комплекте есть пыльник для путешествий. Туда он прекрасно помещается вместе с памяткой, с перечнем режимов и пультом дистанционного управления. Найти его можно на Вауберис. Достаточно просто написать в поиске Джиллс. Вещь очень классная, приятно держать в руках. Не обманул оператор, массажер реально успокаивает и улучшает настроение. У ВАЗ-21099 довольно простая техника. Более того, в этой поздней версии уже стоит инжекторный мотор. С запчастями и ремонтом никаких проблем. Нормальный дорожный просвет, какой-никакой комфорт имеется. Печка греет, стеклоподъемники электрические, багажник 400 литров, уже не АК. Тут есть один нюанс. За машины в таком сохране просят неадекватных по нашим меркам денег. Например, именно этот вариант продается за 375 тысяч рублей. Это с учетом того, что машине на данный момент уже стукнуло больше 20 лет с момента выпуска. Похожих экземпляров с минимальными пробегами у нас по стране продают огромное количество. Даже в моем регионе такая машина не одна. Но цены приблизительно одинаковые, в пределах 350-380 тысяч рублей. Хотя в продаже есть варианты и постарше, и попроще. Вот вариант с карбюратором 99-го года выпуска. Совсем простая по нынешним меркам машина. А ведь именно такой автомобиль народ просит от Автоваза и запросто готов пересесть на него при одном условии. Сохранение той же цены, за которую ранее упомянутые автомобили продаются сейчас на вторичном рынке. Да, в техническом плане Гранта далеко от девятки не ушла. Кто бы что ни говорил, общего у них больше, чем с той же Вестой, например. Однако средняя цена на новую 21.099 в конце 90-х была от 3000 долларов. Гранта же по нынешнему курсу стоит от 7000 долларов, что заметно дороже. Но автолюбители со скромным бюджетом готовы мириться с простотой в угоду низкой цены на подобную машину. Именно такого подхода к цене на автомобили мы ждем от Автоваза. Чем проще, тем дешевле, а не наоборот. В случае возвращения на рынок новых девяток со всей присущей им простотой и по цене ниже, чем на Гранту, расхватали бы их все до единой. Лично я запросто бы пересел на свеженький ВАЗ-21099. Сейчас даже появление новой Лады Искры, которая будет заметно дороже 1 миллиона рублей, не ждут так же сильно, как нормализации цен. Переплачивать за новую Гранту, красная цена которой не больше 450 тысяч рублей, при нынешних обстоятельствах – это вверх дикости. Конечно, перезапустить конвейер с новыми девятками или четырнадцатыми уже банально невозможно. На такое автопроизводитель не пойдет ни при каких обстоятельствах. Да и если это вдруг случится, цены будут заметно выше ожидаемых. Но только руководители автогиганта уже совсем далеки не только от народа, но и от реальных потребностей автолюбителей. По итогу АвтоВАЗ будто болтается в проруби между супер упрощенными автомобилями родом из прошлого века по неадекватно высоким ценам и погоней за современными технологиями в попытках догнать уровень иномарок. Ни в одном, ни в другом эффективному менеджменту сделать все правильно не получается. Да и зная логику компании, ждать положительного исхода от АвтоВАЗа можно бесконечно долго. Нужен ли, по вашему мнению, перезапуск какой-то совершенно простой, пускай и старой, моделей Lada за гораздо более приемлемый ценник? Или нужно продолжать идти вперед по дорожке сотрудничества с китайцами, превращая отечественный рынок в полчища Китаймобилей? Пишите в комментариях. Субтитры сделал DimaTorzok